Еще раз приветствую, меня зовут Сергей, я программный директор в Intento, и Intento помогает компаниям по всему миру внедрять искусственный интеллект. Сегодня у меня есть 20 минут, я в 20 минут буду вести свой доклад о оценке машинного перевода и agile практиках, прошу прощения, если буду прыгать с темы на тему, потому что тут очень много вещей вместе взаимодействуют. Начну. Классический подход, то, что мы видели, когда только начали работать над оценками, когда мы только начинали, и даже сейчас мы это видим время от времени, что многие компании, многие люди занимаются оценкой и используют еще так называемый водоспадный подход для оценки, они начинали процесс навчания машинного перевода, проходят все эти этапы, связанные с постредагированием, и тогда они пытаются для себя понимать, насколько доброю была качество. Власне, только тогда, но каждый крок, каждая часть этого водоспадного процесса мает свои пастки и можем коротко також про них поговорить, для того, чтобы мы лучше понимали, какие районные последствия они могут мать для кинцевых результатов работы. Отже, перед всеми мы видим, что некоторые компания используют все данные, которые доступны для того, чтобы научить модели. В них есть певные модели, которые уже были научены в машинном перекладе, с усима цими неточностями, и тогда мы видим эти результаты с Google, с Microsoft, с других провайдеров. Мы видим, что результаты хорошие, что есть, в общем, с метрикой БЛУ, высокие у нас показники сбегов, но здесь мы можем ось что зауважить. Думаю, что кто-то из вас знает, что БЛУ это параметизированная метрика, и это означает, что когда вы используете Google и используете БЛУ в вашей новой модели, она может становиться 60. И если взять показники другого поставщика того самого Microsoft, вы видите там 61, на самом деле эти результаты мало про что вам скажут, потому что этот точный результат метрики БЛУ в контексте других провайдеров будет зависеть от параметров, за помощью которых действовало обчисление, что это 60, что это 61. Если эти показники или баллы были выбраны из разных частей, то вы можете их сравнивать. И снова таки, даже если вы видите, что у вас есть певные покращения в среднем, что у вас покращаются эти результаты. Необходимо также памятать, что на рівні сегменту вы можете все равно столкнуться с певными критичными такими ситуациями. Тому важно копать глибше. И когда вы берете оцей примере, который был выполнен человеком, мы понимаем, что очень часто используется рандомная или випадковая выборка. И, фактически, таким образом, люди очень часто пытаются создать какую-то такую систему. Это так же, когда у нас был какой-то гигант, который кудись манрует и он випадково не помечает величезного каньону. Так само и тут. Это означает, что мы пропускаем очень важные для нас сигнали, которые могут вплинуть на результаты процесса оценивания. И они действительно могут быть для вас визначальными. Также, когда мова идет о выбор выбор, то тут мы говорим про оценивание безусловно человеком. И также мы понимаем, что это влияет и на наши витрати. Поэтому важно уменьшить участие человека в этих процессах. И, с одного боку, это правильный крок. Поэтому важно не уменьшить количество сегментов, используя эти випадковые или рандомные выборки. И мы увидели, что иногда кто-то сможет пропустить этот крок и сказать, ну, тут у нас добрые результаты, сбеги, все чудово, запускаемо в работу. Но когда они получают ПМ-звит, на этом этапе уже занадто поздно что-то изменять. Потому что в этом звете, постредагирование, мы уже бачим, сколько усилий было докладено, сколько времени, сколько грошей на все это пошло, чтобы изменять эту кинцевую версию и правильно ее отредагировать. И тогда мы видим, что на каждом из этих этапе у нас все больше и больше витрат. И уже когда мы доходим до этого этапа, когда у нас есть постредагирование, то нам необходимо вернуться до всех этих этапов и покроково пройтися снова полностью по всему цему процессу. И, возможно, даже с теми же самыми данными вы можете отримать другие результаты, влажно, через эту рандомную выборку. Потому что через такую выборку вы отримаете разные результаты с тем самым набором часа данных. Вот в этом и поляга сама идея. Каким чином мы можем решить эту ситуацию? Тут есть два момента. Передусім, очень важно использовать смарт или разумную выборку вместо рандомной выборки. Я думаю, что в последние 5-7 лет много кто из вас уже видел эту графику не одноразово, возможно, уже и втомились из-за того, что ее так часто демонстрируют. И тут мова будет идти про практики Agile. Это то, что мы предлагаем. И это совсем не означает, что мы полностью взяли принципи методики Agile, просто скопиювали для нашей работы. Нет, совсем нет. Мы просто решили использовать те какие-то аспекты, которые прикладные в том, чем мы занимаемся. В частности, в контексте процесса принятия решений на разных этапах. Открывается очищение данных, и мы не переходим до следующего крока, пока мы не проверили все, не протестировали, не понимали, что все действительно хорошо. И тогда мы научим модель, переходим до оценивания. Мы намагаемся для себя понимать, насколько качественно было проведено навчание цієї модели. Можливо, необходимо еще что-то там еще изменять. Инкоги мы научим кілька моделей с использованием различных сетей даний от клиентов для того, чтобы они для себя самих выбрали, який для них будет эффективнейшим. Если посмотреть на эту систему, необходимо идентификации помилок на каждом из этих этапов, это в случае означает, что вам нет необходимости вернуться на несколько кроков назад, а вы фактически можете вернуться только до последнего или двух последних, потому что иногда, когда мова идет про анализ, навчание, конечно, могут быть певные вопросы стосовно очищения данных, но, конечно, тут же мова не идти про эти аж пять кроков, до которых необходимо вернуться. Вот таким чином выглядит сейчас система оценивания, знову ж таки, выходя из принципов аджа, у нас есть шесть основных кроков, между пятым и шестым кроком у нас також є певна частина роботи, связана безпосередньо с взаимодействием с клиентом, оскільки окреми частини они могут переглядать, но тут вы можете побачить внизу цей график, сколько времени нам идти на каждый с цих кроков, чому мы используем именно этот подход. И когда мова идет про какие-то новые подходы, мы можем сказать, так, давайте мы начнем все это, анализ, навчание за несколько, там, за коротких промежах часа. Но мы понимаем, что компаний не имеет не только методологии, но и нет инструментов для реализации этого задума. Поэтому каким чином происходит автоматизация? Сначала, конечно, это были внутренние процессы с криптами. Сгодом, когда мы увидели, что есть очень много компаний, которые хотят курувати чи навчати модели зі своими сетами, мы начали використовувати инструменты для AI-курэйшн, зокрема, такими метрики, как Blue. Частину из них, про них вы уже дізналися. И таким чином мы могли охопить один процесс. А сейчас я хотела бы детальнейше поговорить про окремые кроки. Не только чтобы похвалить себя тем, насколько у нас чудови инструменты, чтобы вам продемонстрировать, каким чином мы можем использовать принципы Agile на всех этих кроках. Отже, мы начнем с очищения данных. Это очень важный крок. Вы помните, что проводится навчание какой-то модели, и там есть какие-то неточные тексти с большей количество помилок. Это все влияет на вашу модель в результате. Тому мы все начнем с процессов очищения. Мы используем 40 фильтров и разделяем их на 14 кроков. У нас есть 14 кроков с певными параметрами, которые мы задаем. У нас уже были проекти и в предыдущем, поэтому это есть, певно, автоматизированные процессы для разных мов. Но после каждого крока аналитики, они обратят внимание на те сегменты, которые были изменены или модифицированы, и принимают себе решение, что все на этом этапе можно переходить до следующего этапа. Или, возможно, необходимо вернуться, изменить параметры и очистить эти данные еще на этом этапе. Также я уже говорил про то, что мы не только усваиваем певные сегменты. Иногда просто их изменяем, происходит замена пропусков с нероздольными пропусками в тексте. Также мы провели эксперимент, когда были форматированы, были певные изменения. И также использование этих проектов agile, они помогают нам вернуться на несколько кроков назад и изменять все, что необходимо. Если мы видим, что в этом есть необходимость, мы вносим соответствующие изменения. После процесса очистки данных, все это внутренний скрип, мы в ближайшее время сделаем эту информацию доступной. Все модели, которые доступны для этой мовной пары. И тут несколько слов хотел бы сказать еще про другую часть работы. Вы знаете про подход agile, про итерации. И я также говорил про то, что важно использовать smart или умные выборы, а не рандомные выборы. Я думаю, что для того, чтобы мать надежные результаты, необходимо великая количество данных, с одного боку. Но с другой стороны, люди могут решить, какой результат будет лучше. Потому что мы знаем, что язык, 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 язык. И это не математика. Поэтому вы не можете показать это только на результаты метрик или к количестве сбегей. А в основном, эти метрики, баллы, они могут вам помогать. Какие части необходимо брать для дополнительного исследований? И в основном, эти метрики, которые имеют в виду важных сигналов. У нас есть большая количество данных. И вы не затратите час аналитиков своих или других членов команд, которые принимают решения. Вы используете метрику для соответствующих параметров. И уже все это может впливать также на результаты работы человека, который выполняет это оценивание. Если мы хотим для себя узнать, насколько хорошо была навчена наша модель и перед проведением анализу кастомизации. Скажите, у нас есть 2000 сегментов. Вот тут вы можете побачить информацию. И десь 35% сегментов з найбільшою кількістю помилок у нас тут виявлено. И тогда мы бачим, что даже если у нас есть средний показник, который возрастает. Это также свидетельствует о том, что результаты будут очень схожими. Або принаймні их можно сравнивать с результатами работы человека. Мы понимаем для себя, что если у нас есть результат, то есть будет ближче до референдного варианта, который может запропоновать человек. Конечно, это не будет золотой стандарт или показник, но мы понимаем, что даже когда эту работу выполняет человек, то не всегда все идет как по плану. Даже если у нас есть очень высокие результаты, то в некоторых частинах или сегментах мы бачим погану как из этих сегментов. И там мы можем для себя объяснить, в чём, власне, поляга проблема. Какие опущения. И мы понимаем, что в случае упущения это очень важно, если так случается. И мы не можем рекомендувать такую модель нашим клиентам, потому что даже если эти средние показники, они высокие, но это критический момент в работе. Само таким чином, если у вас есть 3-5% сегментов, аналитики могут решить, если результаты обучения машинного переклада достаточно, или необходимо вернуться до каких-то кроков. И все это можно выполнять в межах 20-30 хвилин. После этого, когда мы уже понимали, что обучение всех моделей было проведено належным чином, так у нас есть хорошие результаты кастомизации машинного переклада. Нема необходимо вернуться до этих процессов, до повторного очищения данных, додаткового навчания. Мы, соответственно, рухаемся дальше. И с нашей системой Intento Scoring мы помогаем уменьшить обсяги данных, оскільки мы берем все эти результаты из всех возможных провайдеров. На початку мы не знали так, что действительно будет працать. И все это нам даёт такой результат очень хороший, что означает для вас, у вас не будет необходимость потратить очень много времени. И все лучшие системы машинного переклада, они, звичайно, что будут в топе. Ви можете працювати с теми, кто очолюет цей список. Можем побачить ці показники, что для вас там больше это все это помогает нам уменьшить обсяг данных, которые будут нужны для того, чтобы получить гарную с выжить обыкновение Есть разные группы сегментов, которые можно обратить внимание с разными сигналами и отправлять их на взгляд человека. Для лучшего понимания, когда мы подбираем все эти результаты или показники, то у нас, возьмем себе, например, 900 тысяч миллионов слов, у нас есть два крока. Отже, для огляду людьми, мы беремо 10 тысяч, 15 тысяч, это 1% фактически, возможно, даже половина% всех этих данных, которые у нас есть. Мы имеем в виду початковый пул данных. Мы берем до уваги лише ті сегменти, которые могут потенциально вместить какие-то сигналы. Тому аналитики, которые используют результаты, которые мы предлагаем в нашей системе, могут использовать нашу систему, потрачающую при этом минимум времени. Теперь мы можем переходить дальше. Мы подбираем все, что можно. Мы выбрали для себя этот отстань для пост-редагирования. Все, что, возможно, для себя выбрали. Мы подготовили звук. Зазвичай, цей звук містить 15 стринок. Есть также висновок. Это окремая, особая сторона. Вона очень важна для топ-менеджеров, потому что мы знаем, что они, зазвичай, не любят читать долгие 15-стринковые документы, а зацикавленные передачи в висновках. И, оскільки у нас еще есть несколько минут до того, как мы перейдемо до вопросов, то еще раз хотел вам наголосить на то, чтобы не использовать этот водоспадный подход, когда все комплексно делается и оценивается как только на кинцевом этапе, а важно принимать решения на каждом этапе работы. Следующий висновок. Важно использовать смарт-виборки, а не рандомные выборки, потому что с этими рандомными выборками можете пропустить важливые плоти, важливые какие-то моменты. Когда мы идем про использование методологии, так же важно использовать инструменты, которые уже существуют, можете их створить самостоятельно в рамках методики. Вы можете использовать какие-то инструменты, другие представители на рынке, но важно, чтобы вы не просто вгадывали, а действительно проводили оценивание и для себя умели вимирювать показники якости. Передусім, Сергею, дуже вам дякую. І тепер ми переходимо до запитань. Я дуже сподіваюся, що запитання у нас є. Також хотів би сказати, що я не дуже добре вас чую. Можливо, ваші техніки могли би також покращити якось якість звуку, щоб мені було краще чутно. А чи зараз нам краще чутно? Так, чудово, чудово. Допомогли нам техніки. Отже, перше запитання у нас від Федора. Так, ми бачимо, що у мікрофоні у нас є. А, ні, мікрофон у нас є. Так, будь ласка, чудово. Вітаю, Сергій. У мене кілька запитань. Перше запитання. Який середній розмір корпусу даних для навчання, який ви зазвичай використовуєте, маю на увазі. Це залежить від нашого клієнта. Зазвичай ми нас запитують, який мінімум даних ми використовуємо для оцінювання і для навчання наших моделей. І в нас є навіть такий певний рекорд. У нас одного разу була кастомізована модель з п'ятьма тисячами сегментів. Це для нас такий був рекорд. Ну, а от такого якогось найвищого показника в нас фактично немає як такого. І друге запитання. Як ви вважаєте? Припустімо, у нас є якийсь великий проект. Це використання машинного перекладу. Наскільки великим має бути для нас цей поріг для навчання моделі, коли мова йде про стокову модель і редагування тексту, додаткового редагування тексту? Чи ми можемо затрачати багато часу і зусиль на створення чистої, такої добро організованої, навченої версії? Необхідно вам самостійно обчислити, тому що ці обчислення можуть базуватися на тому, скільки ви отримаєте в результаті виконання цього проекту. Так, питання грошей, звісно, не тільки часу і зусиль. Можете також підрахувати для себе в контексті оцінювання машинного перекладу, власне використати якийсь інструмент окремо. Ну, немає тут якогось конкретного порогу, але можете з нами завжди сконтактуватися і ми вам скажемо, скільки це буде вартувати, послуги наші. Одразу ми всю цю інформацію можемо вам надати. І ви собі подумаєте, чи підходить вам такий варіант чи ні. Добре, ми тоді з вами будемо на зв'язку. Дякую за відповідь. Наслід запитання від Константина, також, під ласка. Можна по-русски? Чи можна російсько? Без проблем. Сергію, чи є зараз в наборі інструментів щось для роботи з придбаними або завантаженими корпусами? Наприклад, якщо я хочу розпізнати у середині корпусу шматок поганих даних. Наприклад, у мене є шматок даних, що є абсолютно хибними, там неправильно виконано alignment, target не відповідає сорсу. Чи є у тебе в наборі інструментів щось для того, щоб знаходити та вичищати такі сегменти? Так, ми використовуємо методи Labs як основний. У нас є завжди певні метрики, за допомогою яких ми дивимося, чи корелюють вони з основними, чи ні. Наприклад, для кожного проєкта є основна метрика і додаткові. Якщо вони показують приблизно те ж саме, то все окей. Якщо вони показують щось інше, ми заглиблюємося і дивимося, в чому причину відмінності. Але я, на жаль, не чув першу частину запитання. То ми купили набір даних і у бочці меду є ложка дехтя. Як її знайти? Так, ми використовуємо метрики додаткові. І ми намагаємося використовувати MTQA метрики. Ми використовуємо чиї? Ми використовуємо чотири різних, основний нечудно. У нас усе своє. Ми використовуємо лапс, метрику лапс. Тож, давай, я вважатиму, що ти відповів на запитання. Такий час запитання. Тоді від мене останнє запитання. Який найрозумніший крок, серед усіх ти кроків, який допомагає вам обрати найрепрезентативніший сегмент, ви могли б назвати? Ну, знову ж таки, перепрошую, першу частину запитання я, на жаль, не почув. Отже, на вашу думку, який найрозумніший крок? Оскільки ви згадали про те, що в нас є вибірка сегментів, і дуже важливо, щоб ці процеси не були в такому довільному якомусь порядку, щоб був розумний підхід при цьому. Отже, який з цих кроків, ну, складне, підступне запитання ви мені поставили. Де ж би ми могли зекономити найбільше часу? Це використання кастомізованих МТІ. І також, коли ми проводимо навчання МТІ вже впродовж року, ми для себе порівнюємо результати нової моделі з попередньою моделі, яка в нас вже була, не лише стоковою. І я вже згадував про те, що тоді ми виробираємо ті сегменти з найнижчою якостю. Це допомагає нам зекономити дуже багато часу, оскільки ми працюємо лише над цими сегментами в результаті. Також ми порівнюємо сегменти і їхні показники від різних провайдерів. І для себе визначаємо ці ділянки, коли в нас є добрі показники від різних провайдерів, а іноді ми помічаємо, ось, щось тут не так, якийсь критичний момент. Тут ми вже починаємо активніше працювати для того, щоб з'ясувати, у чому проблема. Це би був також гарний приклад оцієї розумної вибірки. Чи є в нас ще запитання? Немає. Тут прошу вас поаплодувати Сергію. Дуже вам дякую за те, що доєдналися до нас. Дякую. Дякую.